Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов у микрофона редактор Саргалана Антонова. Каждый ребёнок в какой-то мере гений. И каждый гений в какой-то мере ребёнок. Шопенгавер. В детстве к человеку приходит множество идей, как умных, так и нелепых, но большая часть из них благополучно забывается. Тем не менее, дети стали настоящими изобретателями и внесли свой вклад в мир высоких и не очень технологий. Знаете ли вы, что, например, объединяет тёплые наушники, водные лыжи, батут и шрифт Брайля? Или, например, фруктовый лёд, калькулятор, снегоход и даже шёлк? Оказывается, что все эти изобретения были сделаны в своё время детьми. От игрушек до серьёзных средств передвижения и вычислительной техники. Сегодня дети могут всё. Не стоит отбрасывать идеи, которые приходят ребёнку, как заведомо банальные. Какая-то из них может определить наше будущее. Итак, юные изобретатели. Кто они? Что они изобретают в наши дни? И каким видят своё будущее? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, сегодня мы пригласили в студию педагогов дополнительного образования детского технопарка «Кванториума». Это Михаил Владимирович Нимохов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Александрович Васильев. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066321166. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, я хотела бы сразу обратиться к педагогам «Кванториума» и спросить. Итак, вот такое интересное название «Кванториум». Что это за планета и что он из себя представляет? Расскажите нам, пожалуйста. «Кванториум» — это у нас дополнительное образование для школьников, который занимается у нас конструированием, программированием, разработкой проектов и приятно проводит своё время. «Кванториум» имеет техническое направление. У нас 9 квантумов, которые по этому техническому направлению занимаются от программирования, от робототехники, энергетики, аэроквантума. Виртуальная реальность. Да, виртуальная реальность. Космическая, по-моему, что-то есть. Косм-квантум и есть квантум. Гео-квантум. Да, гео. Естественные науки, да? Да, всё относится как раз к естественным наукам. И у нас ещё объединяющий квантум, ну, хай-тек — это такой как цех, квантум, который, ну… Вот мы его ещё называем сердце-кванториум. То есть, ну, то, что… Что происходит вот в этом сердце? Да. Вот там, короче, ребята, ну, если что-то надо пилить, допустим, да, вот как раз направляется в хай-тек, там режут, там пользуются напильником, дрелью, вот всё, что там необходимо. В общем, это место, где обучающиеся какого-то кванториума могут что-то там своё, ну, собрать там корпус для чего-то или ещё что-то сделать. В этом году я знаю, что кванториуму исполнится 5 лет. И интересно было бы узнать вообще, сколько детей занимается в его стенах? Так, ну, около 1000 детей занимается у нас. Ребята в группе по 10-12 человек. С пятого класса мы принимаем всех, вот, да. И занятия у нас проводятся по полтора часа, ну, вот, да, и два раза в неделю. Вот, родители перед началом учебного года записываются, вот, детей записывают, да, и совмещаясь с другими кружками, вот, посещают. Ну, и давайте вот вспомним советское время. Тогда были различные изобретательские бюро, рационализаторство развивалось, и благодаря вот этому произошёл своего рода промышленный прорыв, да. А насколько сегодня детям интересно делать что-то своими руками, изобретать? Вот, например, давайте сравним возможности, которые были 20-30 лет назад у детей, и то, что происходит на сегодня. Вот я вспоминаю своё детство, тогда были деревянные конструкторы, металлические, которые закручивались, в общем-то, металлическими ключами, да. Испопье-машемы делали поделки. А что есть у ребят сегодня на вооружении? Вот сейчас уже более всё развито, да, чем 20 лет назад. И вот, например, конструкторы, которые они сейчас занимаются, вот, железные, вот, получается, есть пластмассовые, лего, да, есть различные электронные компоненты, наборы, да, которые переназначены для того, чтобы ребёнок и конструировал, и последующие ещё мог бы запрограммировать. Например, если он хочет собрать робота, да, он вот забирает робота, потом делает так, чтобы робот начал двигаться. И ему сразу виден результат, вот, да, и он сразу, вот, ну, вот, что он воплощает у себя в голове, он сразу реализует. Может реализовать и в деле, да? Да, вот, как раз. Если у нас раньше были конструкторы, ну, из которых можно что-то там, просто собрать какую-то конструкцию, то сейчас у ребят есть возможность эти конструкторы программировать, чтобы там они выполняли какую-то задачу, сделать каких-то роботов или устройства какие-то. То есть вот эти детские фантазии, да, когда вот дети говорят, ой, я соберу там робота, он будет у меня делать какие-то определённые действия. И вот это вот на сегодня можно говорить... Могут этим заниматься, да. Да, что всё это может притворяться в жизни. Ну, вот раньше были радиокружки, да, где там дети паяли какие-то устройства, ну, там, радио, да, или какие-нибудь там приёмники делали. Сейчас вот, например, у нас есть контроллеры, они могут с контроллерыми что-то делать уже, не только, скажем, из готовых деталей собрать какое-то устройство, а самим уже устройство это, ну, самим что-то придумать, какое-то устройство создать. Хорошо. Ну вот наша передача посвящена Дню детей-изобретателей, да, а у нас в республике есть такие, например, изобретения детские, которые уже могут найти применение вот в нашей жизни. Так, ну вот я расскажу про изобретение кванториема, да, именно наших. Вот, есть направление Energy Quantum, да, вот там ребята разрабатывают проект робота-уборщика, который очищает вентиляционные шахты, которые, оказывается, не очень, ну, вот копится пыль, грязь, да, и вот ребята разработали такой прототип робота, который мог бы дистанционное управление очищать вот вентиляционную шахту зданий. Вот, и как раз... На самом деле на практике, наверное, это сделать очень сложно. Да, вот, очень сложно, и вот ребята взялись за такой серьезный проект, да, не каждый, даже взрослый, может на это решиться. Решиться. Да, решиться. Это, наверное, тоже из области детских фантазий. Да, вот все ребята, вот то, что хотели, вот... Была идея, они создают, что-то уже на основе своих фантазий идут, вот, потом формируется идея, и потом уже в виде проекта развивается. Я знаю, что ваши ребята пишут очень много проектов, и, соответственно, занимают призовые места на республиканских, российских, даже международных конкурсах. Вот что это им дает? Да, во-первых, ребятам дает это очень колоссальный опыт выступлений, да, вот, и помимо этого, при окончании школы, когда ребята будут поступать в высшие учебные заведения, да, они могут получить дополнительные баллы ЕГЭ. Вот, и вот как раз олимпиады, конкурсы, в которые они будут участвовать, как раз начисляются баллы при занятии, например, призовых мест. И вот ребята, тем, которые хотят в будущем связать свою жизнь с наукой, да, вот как раз кванториум для них очень подойдет. А какие еще формы работы с детьми применяются вот в кванториуме? Я знаю, что у вас есть даже мобильный кванториум. Так, про мобильный кванториум, да, ну, у нас вот работает мобильный кванториум начал не больше года, да, они ездят по пригородам нашего города Якутска и за далекие районы нашей республики. Вот, недавно перед Новым годом съездили в Татинский район, в село Черков, да, и там наши коллеги, ребятам показали, вот, как устроен мобильный кванториум, показали, как работает, вот, получается, вот, все направления, да, вот, например, робототехника, виртуальная реальность, хайтек-цех, вот, показали, надели, как раз ребятам очень понравилось данный экспириенс, можно сказать. Потому что кванториум, наверное, вот посещают все-таки городские дети, те, кто живет в городе Якутске, для улусов это пока... Ну, пока недоступно, да. А вот как правильно научиться выбирать для себя направление для развития таланта детей? Вот, например, пришел ребенок, он интересуется математикой, да, он интересуется физикой, в то же время он, скажем, играет на музыкальном инструменте, и вот он не знает, куда ему пойти, в какую область, вот как именно выбрать для себя нужное направление для развития именно того таланта, который в преобладающей степени заложен ребенке? Ну, у нас проводятся иногда экскурсии по квантумам, когда дети могут прийтись по квантумам и посмотреть, что там, какой квантум, что может предложить, где, чем можно заниматься, в каком квантуме. Проходит вот мобильный, кванториум тоже такую функцию оказывает, когда там такую демонстрационную работу, экскурсионную, и еще, по-моему, когда-то проводились какие-то вечера, да, когда дети тоже могли приходить. Да, как мастер-классы. Да, как мастер-классы. То есть они участвовали в них, и на основании этого уже делали какие-то для себя выводы. Да, в какое направление им больше интересно. Кто-то любит программировать, например, да, вот как раз робототехнику может выбрать. А вот происходит ли сотрудничество или, скажем, вот коллаборации в творчестве среди ваших воспитанников в разных направлениях? Например, вы можете робототехнику связывать, и ту же виртуальную реальность, например, да? Казалось бы, они близки. Да, происходит. Ну, например, вот если про наш квантум робототехники говорить, то у нас... Межквантумные взаимодействия. Да, у нас занятия, ну, вообще занятия робототехникой состоят из конструирования и программирования. Так как у нас вот, ну, конструкторы программируются, там, выполняют какие-то задачи, поэтому для программирования вот иногда если... Трудности могут возникнуть. Да, если программы какие-то сложные нам нужны, какие-то проекты создаем, то мы можем обратиться, там, например, в IT-квантум, где занимаются ребята программированием и создать какой-то межквантумный проект, например. Хорошо. А вот как успевать ориентироваться в мире высоких технологий? Как научиться идти в ногу со временем? Есть какой-то секрет? Тут большого секрета нету. Главное, нужно вот, ну, интересоваться, да, вот, ребятам, вот, именно смотреть, например, контент, например, именно науки, вот, как вообще, например, вот про Илона Маска, например, вот, очень много говорят, да, вот, и получается, ну, именно те направления, которые больше интересуют. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о детском изобретательстве. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Итак, гости нашей студии сегодня педагоги и воспитанники технопарка Кванториум города Якутска. Это Михаил Владимирович Неймохов и Сивцев Василий. Добрый день. Добрый день. И Дмитриев Алексей. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, вы можете позвонить на студию прямого эфира и задать свои вопросы участникам нашей передачи. Мне хотелось бы, чтобы ребята сами немножко рассказали о себе, о том, как они занимаются в Кванториуме. Давайте начнем, наверное, с Василия, да? Да. Расскажите, пожалуйста, о себе, в каком классе вы учитесь, в какой школе, как давно начали заниматься в Кванториуме и какие у Вас интересы. Хорошо. Я учусь в арктической школе в восьмом классе. Посещаю Кванториум уже два года. А в каком направлении работаете? В промробу-квантуме. Хорошо. И Алексей? Я учусь в ЕГНГ, в немом классе. В Кванториум учусь два года. Хорошо. И направление тоже? Такое же. Такое же, да? Хорошо. Михаил Владимирович, конечно же, как наставник своих ребят, прекрасно знает о способностях, знает также, в каких конкурсах принимали ребята и знает о тех проектах, над которыми ребята работают. Пожалуйста, помогите мне рассказать, раскрыть интересы ребят. Давайте начнем с Алеши, да? Алеша у нас, получается, участвовал в конкурсах по робототехнике, в республиканском конкурсе, да? Какое место занимал? Третье и второе, по-моему. Ага. Вот. И там, получается, что за сравнение было? Битва роботов, да? Ага. Вот. Занимал, получается, призовые места. И, помимо этого, участвовали шаг в будущем республиканском этапе. Каким проект был? РПО. Расшифруйка. Работопроизводящие лекарства и страв. Ага. Вот. И, получается, Сивса Вася, да? Вот. Тоже недавно прошли республиканский этап шаг в будущее. Вот. Проект. Сободение работоприсос. Есть подручные. Есть материалов. Ага. У Василия есть своя команда, да? Вот. Как зовут участников? Фёдоров Эрнест и... Герасимов. Денис. Угу. Вот. Я смотрю, у Вас прямо такие проекты. Я сказала бы, что даже, наверное, взрослые могли бы заниматься вот такими вопросами. Например, робот, производящий лекарства из трав. Расскажи, пожалуйста, о своём проекте. В чём его суть? Как давно он над ним работал? И вообще, как появилась задумка сделать именно такого робота, который производит лекарства? Ну, по-первых, я хотела сделать робот, который делает лекарства из натуральных ингредиентов, потому что большинство лекарств, они из химикатов там делают, проще говоря. этим проектом я работал два года, получается. И идея пришла, когда я стоял в очереди в больнице, я увидел, как медсестра такую коробочку с лекарствами возила, я подумала, была бы неплохая идея, если бы эта коробочка стояла бы где-нибудь в аптеке и выдавала бы лекарства. Ну, а чтобы они были натуральными, ну, из трав можно сделать. Итак, с чего ты начал свой проект? Вот у тебя появилась мысль, дальше что ты сделал? Потом я перешел дома и, ну, просто нарисовал как идею и, ну, полочку положил. Потом, когда, ну, меня пригласили поучаствовать к каким-нибудь проектам, я вспомнил про это, ну, и второй раз нарисовал более, ну, хороший макет. Потом, ну, я начал собирать из лека, получается. И, ну, первый проект, был макет, то есть, был очень прикривым, можно так сказать. Но, ну, с помощью него всё равно я выиграл. А потом, ну, продолжалось из лека, ну, поверх из лека и F3, да? Да, F3. F3. А потом в конце уже я начал из ПЛХ пластика делать. Хорошо, а у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. сорвался, к сожалению, телефон. Давай продолжим наш рассказ. Ты сказал, что следующий вариант был получше, да, уже? Из ПЛХ пластика, и оно уже могло два лекарства выдавать, и уже было побольше. И карточки ещё. А, да, из карточки могло читать. Вот, ссоётся карточка вот на контейнер, да, и выдаёт именно нужное лекарство, да? То есть ещё происходит распознавание, Да, распознавание с помощью датчиков, да? Угу, То есть сперва у тебя появляется мысль, потом ты приходишь к уанториуму, делишься её со своим педагогом, и потом уже наставник помогает тебе всё это реализовать в жизни. Что было вот для тебя самым сложным в твоём проекте? Самым сложным было собрать сам робот и запрограммировать так, чтобы оно работало хорошо. Ну, какие сложности вот обычно встречают те, кто начинает работать действительно с такими сложными задачами? Ну, Алюша правильно говорит, вот сборка прототипа бывает очень сложна, допустим, вот мало нарисовать, да, а нужно ещё реализовать. Ну, и как раз вот программирование, вот это очень тоже сложная часть, но если ребёнок намного вот уже знает алгоритм программирования, то в принципе ему не составляет труда. Вот как раз мы наставникам в этом направлении очень помогаем и направляем ребят, чтобы у них не возникало трудностей. А то бывает так, что ребёнок столкнулся с какой-то проблемой, да, они могут остановиться, вот, чтобы такого не было. хорошо, это была твоя самая первая задумка или были ещё какие-то вот, может быть, планы, мечты, которые ещё не воплотились и также лежат на полке? Ну, я не задумывалась об этом, но у меня ещё есть один проект, да, я хочу в будущем реализовать, но сейчас, мне кажется, я не смогу. Так, у нас телефонный звонок, давайте его примем, алло, добрый день, алло, слушаем вас. Здравствуйте, город Якутик, вот такой вопрос, а сколько всего патентов получено детьми за 5 лет, допустим? Так, патентов мы пока такого не получали, да, на разработку проекта, а вот потому что наши проекты ещё пока такой образовательный характер носят, а вот если, конечно, вот развивать наши проекты, то, в принципе, да, до патента недалеко, потому что ребята каждый раз вот становятся старше и при кончании школы могут как раз патент подавать на изобретение своего проекта. Хорошо. А как ты думаешь, Алексей, что нужно, чтобы стать настоящим изобретателем, вот на твой взгляд? Ну, мне кажется, самое главное качество это фантазия, потому что без фантазии ты не придумаешь и не соберёшь. А наставник, вот, например, да, он кто для тебя, например, учитель или больше друг, который тебя понимает? Больше друг, чем учитель. Хорошо. Ну, и на будущее какие-то вот есть у тебя планы с твоим педагогом? Поделись, пожалуйста. Я хочу сделать, ну, опять РПО уже побольше из дерева и из ПВХ пластика опять, чтобы было больше и массивнее. Хорошо. Так, теперь к Василию перейдём. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Я так поняла, что целая команда, да, работает над ним? из трёх человек. Расскажите, пожалуйста, что это за проект, как давно вы начали работу над ним? Опять-таки, я так понимаю, всё началось с задумки, с безумной фантазией, может быть, да? Да. На одном из роков, в начале учебного года, да? В начале, да, как раз таки, в начале учебного года у нас появилась идея и мы собрали команду для её реализации. Уже как мы с сентября работаем над ней и уже смогли собрать больше половины робота, это самодельный робот присутствует из подручных материалов. Самое главное слово из подручных материалов, которые мы смогли найти. Например, какие подручные материалы вы использовали? ПВХ, литьевые батарейки и также фанера? Да, ну, этот корпус как раз ПВХ. Ну, и болтики, железные конструкторы, ну, и сам... Ну, всё, что можно самому найти. Ну, и сам пылесос, так же? Да. И вот мне хотелось бы знать, что думает наставник об этом проекте, насколько вот действительно он имеет своё будущее, да? Да. Что ему необходимо? Ну, вот этот проект мы очень хотим делать так, что в конце учёного года он у нас уже функционировал, да? И его как раз главная задача перемещаться по кванториуму, да? И чистить как раз вот от пыли и грязи, которые, например, вот на полу, да? И поддерживать чистоту. и тем самым он может, ну, допустим, ребёнок приходит в кванториум, да, и, например, сразу видит, да, вот, например, робот самостоятельно перемещается по кванториуму, да, и, ну, сразу, ну, вот, горит желанием тоже, может сделать своего робота. Да, увидел и сказал, о, как здорово, я тоже хочу это сделать. Ага, Василий, а вот вы не боитесь конкурентов? Вроде бы клининг, это, ну, скажем, такая область, где конкуренции очень много, есть, наверное, очень много прототипов, вот именно ваше изобретение. Чем оно уникальное, чем оно интереснее, чем другие? Тем, что мы её пока будем развивать локально, в самом кванториуме, и, а так, самая главная идея в том, что у Его автономности, да, автономность, ну, и из подручных средств как раз, из подручных средств, потому что любой может собрать, а идея в этом заключается. То есть разработать проект, который даёт, может быть, какие-то рекомендации, да? вот, вот как раз, такой посыл даётся, вот как раз, не только... То есть содержит какую-то инструкцию? Да, вот как раз предлагается, вот такая инструкция, которую мог бы другой человек тоже у себя собрать, например, школьник другого луса. хорошо. Василий, какие-то у вас ещё есть задумки, которые вот вы хотели бы воплотить в жизнь? Из идей я несколько раз менял проекты до самодельного робота-перисоса. Первый был сортировщик овощей по цвету, и также после него я ещё пытался делать генератор на биотопливе. Какое биотопливо использовали? По типу... Утилизированных материалов же, да? Материалов, да. Так вот щепки от дерева. О, да, щепки. Расплотки. И ещё на будущее что вы хотели бы? На будущее? Пока не знаю. Насчёт будущего. Но тем не менее, я думаю, что вот та задумка, которая у вас есть, она всё равно подлежит совершенствованию. И вот та работа, которая будет проделана именно по составлению даже инструкции, да, о том, как собрать это, сделать, вот оформление документальное этого проекта, это будет уже очень большая работа. Дорогие друзья, вновь мы уходим на рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, и мы продолжим говорить о детском изобретательстве. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о детском изобретательстве. Гости нашей студии, я напомню, это наставники и воспитанники технопарка «Кванториум» города Якутска. Это Алексей Александрович Васильев, Михаил Владимирович Неймохов и Аргунов Владимир сегодня у нас в гостях. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, можете звонить и задавать вопросы участникам нашей передачи. Так, ну давайте, наверное, попросим нашего героя Владимира рассказать о себе, пожалуйста, в каком классе ты учишься, в какой школе и как давно занимаешься в «Кванториуме». Я учусь в «ЭТЛ» имени Владимира Петровича в «Орионова» в шестом классе. Я хожу в «Кванториум» примерно с октября. Может быть, в ноябре ночью ходить. 21 года, да? Да, 21. То есть, в принципе, совсем недолго, можно сказать, да? Давайте попросим наставника Алексея Александровича рассказать немножко о своем воспитаннике, да? Действительно, вот как вы начинали с ним работать, каким он пришел, и как вот ребенок вообще меняется со временем, когда он посещает, когда он занимается в «Кванториуме». Вот Вова начал заниматься с ноября, октября месяца прошлого года. Он уже участвовал в нескольких конкурсах. У нас был… Ну, мы сразу начали проектную деятельность. Вова согласился заниматься с проектами и начали делать вот проект, который Вова выбрал, очки для слабовидящих людей. И с этим проектом мы вот успели поучаствовать на разных этапах развития этого проекта в нескольких конкурсах. И вот последний конкурс, в котором участвовал Вова, это республиканский этап «Шаг в будущее». Там второе место занял в своей секции. Владимир, ну вот такой прямо, я скажу, даже сложный проект, за который ты взялся. Очки для слабовидящих людей. Почему ты выбрал именно этот проект и вообще чего ты хотел добиться? Расскажи нам об этом, пожалуйста. Я хотел добиться, чтобы это, можно сказать, изобретение помогало людям. То есть тем, кто плохо видит. В чём суть, вот вообще, как выглядит этот, ну скажем, аппарат, который помогает людям видеть? Что это? Это очки с ультразвуковыми датчиками по сторонам, спереди, слева и справа. Они оценивают расстояние к определённому объекту и тем самым подают определённый вибросигнал. Чем ближе, тем сильнее, чем дальше, слабее. Вы какие-то, наверное, проводили эксперименты, да? Для того, чтобы опробовать работу своего проекта, да? Расскажите об этом. Да. Ну вот, сначала мы придумывали просто, как идея это была, потом это оформили в презентацию, где там всё расписали этот проект, как и что должно быть. И, ну вот, ещё были очные занятия, и вот как раз мы на очных занятиях этим занимались, а потом когда... То есть дистанционные занятия. А когда начались очные, мы начали делать прототип. Ну, прототип у нас ещё в разработке, мы его ещё не полностью сделали, но уже испытывали его. Например, датчик спереди поставили, и он работает там со светодиодами, определяет расстояние. И, ну, в принципе, получается, и мы просто будем развивать этот проект дальше. Ну и в результате, наверное, вы получите устройство, которое действительно помогает людям лучше видеть, да? Да, должно быть так. Вот со школьных лет получается, что ты работаешь в такой сложной и серьёзной, можно сказать, области. И тебе не сложно? Ну, не очень сложно. Можно сказать, даже немного легко. Ага. Не знаю. Иногда, конечно, трудно становится, но это потом вскоре всё решается. А своё будущее ты, наверное, уже видишь его? Ну, не особо. Не особо, да? Кем решил стать? Пока не могу определиться. Пока не можешь. Хорошо. А первым, кому ты рассказываешь о своих задумках, о том, что ты хотела бы сделать? Это родители или друзья, или это наставник? Наставник. Наставник, да? То есть он для тебя больше друг, чем, например, педагог. Так? Ну, что-то 50 на 50. Ага. Хорошо. А вообще, как к тебе приходят изобретения? Ты, например, когда занимаешься с педагогом, да, думаешь об этом, что придумать? Либо, может быть, когда дома сидишь, ну, смотришь компьютер, там, изучаешь историю своего вопроса, либо, может быть, тебе идеи ночью во сне приходят? Чаще всего приходят именно дома за компьютером. Ага. Обычно я сижу в интернете, и иногда, когда я сижу за ними, ну, чуть больше часа, скорее, мне всего приходит идея. Ага. Ну, действительно, это здорово. А на будущее вот у тебя какие ещё планы есть? Что ты хочешь ещё придумать? Ну, вот, скажем, работа у тебя над устройством будет, ещё какие-то задумки есть, которые вот пока в планах только? Пока что нет, но я сейчас планирую докончить этот проект. Самое главное, довести его до конца, да? Ага, хорошо. А вот как родителям оставаться на пульсе событий? Я хотела бы педагогам этот вопрос задать. И какую помощь они вам оказывают? Например, ребёнок решил сделать свой проект, может быть, какие-то детали ему родители помогают купить, ещё какую помощь они оказывают? Вот влияние родителей очень важно при развитии ребёнка, да? Потому что ребёнок может, ну, неправильно понять, например, некоторые вещи, и как раз родитель может помочь, например, объяснить. И ещё вот наставник, вот помощь родителей тоже очень важна. Допустим, контролировать ребёнка, например, особенно вот во время дистанционных занятий, да? Вот, например, на расстоянии невозможно контролировать ребёнка, да? Вот, и как раз родители в этом плане очень помогают. И, например, при разработке проектов, вот, родители помогают, например, ну, могут быть, там, купить какие-нибудь материалы, да? Да, там, пластик какой-нибудь, там, ПВХ какой-нибудь, да? Вот, может скидываться вот команда родителей, да? И купить какую-нибудь, например, ну, сантех, трубу, например, да? Вот, ну, такие материальные помощи тоже очень важны, вот, например. И навсегда бываешь всё под рукой, да? И вот как раз родители очень помогают в этом области. Ещё родители имеют большую роль в мотивации детей. Да. Например, если дети, там, ну, заняли какое-то место в конкурсе или, там, просто поучаствовали, и если родителям отправить вот грамоту эту, да, сертификат, то иногда даже родители больше радуются, чем дети. Чем дети, да? Да, и они вот мотивируют детей, вот, ты молодец, потому что ты получил, и вот так мотивируются дети. Ага. А, Владимир, а вот как ты пришёл в Кванториум, тебя родители привели, или ты сам пришёл, сам захотел, услышал о нём и пришёл заниматься? Поначалу родители с вами привели, а потом уже потихоньку на чём нравится. Ага. Хорошо. А вот способность экспериментировать и придумывать невероятное обычно с возрастом начинает угасать, да? Ну, вот действительно, когда мы маленькие, у нас бывают очень такие буйные фантазии, я хочу сделать то, сделать это, а потом это желание как-то проходит, оно забывается и в конце концов, ну, превращается просто в ничто. Почему так происходит и вообще как сделать так, чтобы задумки детей находились в своём воплощении? Ну, вот самое сложное — удержать интересы ребёнка. И с каждым годом, когда ребёнок растёт, становится взрослее, да, его интересы меняются. И важно наставнику всё время подстраиваться под интересы ребёнка и предлагать именно те материалы, те именно оборудования, которые могли бы интересны быть ребёнку. А ваш взгляд? Ну да, предлагать что-то актуальное, ну, шагая со временем, скажем, вот интересы меняются, там, скажем, ну, переходит к, перейти что-ли к электронике или там ещё что-то, предложить более какие-то сложные проекты, более актуальные для его возрастной категории, что-то такое. Ну вот наставники, насколько я поняла, вы работаете в области робототехники, а вам несложно бывает работать с такими умными детьми? Мне кажется, прямо приходят дети один лучше другого. Это очень, наоборот, помогает, потому что если у ребёнка есть мотивация, интерес, да, то наставникам намного легче работать у ребёнка, ну, с ребёнком, с ребятами, да. Ну, если даже бывает так, что вот интереса нет, да, но как раз мы можем именно заинтересовать ребёнка. Задача наставника заключается в том, чтобы ребёнок именно занимался, ну, вот, то, что ему интересно, и наставник в этом должен помогать и направлять. Хорошо. 17 января, в день детских изобретений в разных уголках планеты, происходят многочисленные выставки, изобретения, конкурсы, квесты, да, и таким образом организаторы хотят вдохновить ребят на какие-то новые научные подвиги, популяризировать детское изобретательство. А у нас что-то планируется вот к этой дате? Ну, вот, планируется провести онлайн-выставку творческих проектов. Ребята отправляют свои работы, вот, да, и экспертная комиссия Акванториума оценивает работы детей, вот, и выставляются призовые места. Вот, ну, и получается, там возрастная категория есть, да, есть младшая, середняя и старшая. Вот, ну, и по тематике вот этого дня, да, будут проводиться еще другие как раз конкурсы, соревнования. Хорошо. Владимир, как на твой взгляд, что нужно, чтобы стать изобретателем? Больше всего, мне кажется, именно мотивация сама. Чем больше ты мотивирован, тем больше тебе хочется этого делать. Ну, и фантазию, наверное, нужно не исключить, да? Хорошо. Ну, что же, мы поздравляем всех участников нашей передачи, действительно, вот с этим наступающим праздником, Днем Детей Изобретателей. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были наставники и воспитанники технопарка Акванториум города Якутска. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сарглана Антонова. Всего вам самого доброго. И до свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok